Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал Андрея Грини. Меня искренне бомбануло по поводу того, что меня просто продолжают засыпать постами о том, что я не прав, что я делаю большие поля вместо маленьких. Вот у одного топа увидели, что надо делать маленькие поля. И все, надо теперь бегать по всем каналам и кричать о том, что блин, вы все не правы. При том, что этот топ явно допустил как минимум такую небольшую ошибку. Я почитал комментарии, я понял, что по ходу дела люди, вот пока своими глазами не увидят, они не поймут, что они не правы. И что не надо смотреть на количество подписчиков, чтобы понять, насколько человек умный или не умный. И правильно он делает выводы или нет. Так вот, я проверил несколько вариантов. Значит, первый вариант, я сделал одно большое поле и 10 маленьких. И вот именно, видимо, это, вот такая проверка проходила у того человека, который сказал, что это выгоднее. Потому что да, в этом случае действительно малые поля выгоднее, чем большое. Почему? Потому что техника у вас простаивает на больших полях. Потому что пока у вас собирается вот это поле, у вас трактор стоит. И только после того, как он насоберется, трактор идет и ее засевает. Здесь же все это происходит немножечко по-другому. То есть здесь вы быстро собираете одно поле. И пока комбайн пошел на соседнее, соответственно, вы засеваете это поле. Но, как я говорил уже в комментариях, если вы делаете несколько полей, а вам в любом случае понадобится даже не 5, скорее 10, а то и больше полей для того, чтобы обеспечить нормально свою промышленность. Так вот, в этом случае все кардинально меняется. Для того, чтобы показать вам наглядно все это дело, я сделал 3 больших поля. И, соответственно, 30 маленьких. Потому что именно такое количество полей у нас, вот 10 полей на одно большое. Ну и по уровню урожайности примерно получается одно и то же. Дальше, для примера, опять-таки, я купил 1 комбайн, 1 трактор и 1 камазон. Здесь то же самое. Также, так как у нас есть некоторые глюки со складированием вот здесь и переводом этого всего на элеватор, я сделал еще по камазончику, которые будут возить все это в отдельные элеваторы и там разгружаться. Ну что, давайте посмотрим, каков будет результат. Начнем с того, что, в принципе, строить всю вот эту систему, это более затратно, наверное, потому что нужно значительно больше дорог. Далее, я могу сразу сказать, что я уже проверял все это и могу вам сказать, что расход топлива у всей вот этой техники, которая работает на малых полях, будет примерно в соотношении 3 к 1 по отношению к большим полям. И добыча будет, скорее всего, меньше. Давайте посмотрим. Итак, как видите, первое маленькое поле уже вовсю растет, а здесь у нас еще нету и 17%. Кстати, наиболее наглядным будет все-таки работа вот всего этого комплекса, ну, я не знаю, в течение пары месяцев, да? То есть на старте кажется, что маленькие поля обходят большие. Но это только на старте. Кстати, вот и первая заправочка пошла, то есть наш трактор сейчас поедет вот на малых полях, которые работают, он сейчас поедет сначала сюда на базу, а потом поедет на заправку, потому что топливо у него кончилось. Любая техника работает на поле, даже если у нее кончился бензин, пока полностью не обработает это поле. И отсюда тоже такой большой минус для маленьких полей. Вот этот трактор, у него наверняка уже тоже кончилось горючее. Да, у него тоже горючее на нуле, но он сначала обработает это поле, а только после этого поедет на заправку. Соответственно, здесь все немножечко по-другому. Три поля он обработал и уже уехал на заправку. Не знаю, насколько еще его хватит. Все, поле у нас обработано и отставание составляет 26,7%. То бишь 26,7% уже у нас поле созрело на эту циферку, одно из малых. И только сейчас у нас начало зреть наше вот это большое поле. Ну что, теперь надо дождаться, пока у нас произойдет созревание и дальше уже смотреть, как и что у нас будет. И смотрите, у нас опять трактор с малых полей пошел на дозаправку. Представьте, сколько времени он теряет на том, что он заправляется, ездит. То есть сначала он едет на базу и только после этого он сейчас поедет на заправочку и затем приступит к обработке полей. Смотрите, вот мы сейчас обработали здесь половину, наверное, где-то только половину. Вот эти поля еще все не обработаны. Здесь уже тоже половина обработана. При этом мы потратили меньше, значительно меньше денег на топливо. И то же самое будет происходить с комбайнами и грузовиками. И еще один момент. Одно поле дает 9,8 тонны урожая. То бишь вот этот грузовичок у нас вмещает 11 тонн. Он всякий раз после того, как загрузится, будет ходить сюда и разгружаться. То есть он будет тратить намного больше топлива, привозя намного меньше ресурса. Потому что вот отсюда он будет таскать 12 тонн за одну ходку. Я уже молчу, что как вы не организуете дороги, в любом случае, при любом раскладе, у вас техника будет проезжать значительно большее расстояние. Так как здесь один въезд на поле. Всего один. И второе поле у нас тоже большое засеяно. Отставание сейчас, ну, не такое большое. У нас сейчас маленьких полей засеяно 15 из 30, а больших 2 из 3. Кстати, наша техника заправлялась всего один раз, судя по всему. Потому что после вот этого поля, после этого она заправилась, трактор. После этого он не заправлялся. Он поехал сюда и сейчас будет здесь благополучно работать, пока полностью не засеет это поле. И третье наше поле засеяно. А здесь еще не засеяно полей так 6, по-моему, да? Вот те-то засеяны? Да, те засеяны. И вот именно с этого момента, ребят, совершенно нету разницы. С большими полями вы играете или с маленькими. Потому что большие поля с данного момента будут всегда засеяны. Комбайны наши стоять не будут вообще. Вот с того момента, как у нас появится вот это поле, как оно полностью вырастет, комбайны стоять не будут вообще. То есть они будут переходить с одного на другое. Идеальное соотношение, на мой взгляд, вот я, конечно, еще пока это не проверял, но по 2 единицы техники на 4 поля. То бишь один трактор на 2 поля, больших, по крайней мере, с маленькими полями, я, честно говоря, не проверял. Но чтобы эксперимент был 100% чистым, да, чтобы понять, что же на самом деле больше приносит денег и больше приносит урожая, необходимо учитывать такую вещь. Техника не должна практически вообще стоять вот здесь вот, то есть на базе. Ну, сейчас в самом начале это не в счет. Главное, чтобы не стояли комбайны. Если проверять вот так вот, как проверяли, судя по всему, те товарищи топы, которые, как бы, говорили, что малые поля это, типа, офигенно, они проверяли некорректно. У них на малых полях техника работала беспрерывно, а на больших полях техника стояла. Именно так и будет, если вы будете использовать, как бы, одно большое поле. У вас будет постоянно стоять то комбайн, то трактор. Так быть не должно. Ну, ладно, давайте теперь подождем и посмотрим конкретный результат. Когда мы соберем первое большое поле, я хочу посмотреть, сколько окажется ресурса вот в этом элеваторе и вот в этом элеваторе. Здесь уже пошел сбор. И кто-то может порадоваться и сказать, вау, здесь типа круче. Но посмотрим, что будет дальше. Я уже молчу о том, что топливо, вся вот эта вот звездобратья, уже сожрала втрое больше, чем топливо вот этой звездобратьи. Как видите, допустим, наш трактор сейчас стоит, отдыхает. Поля уже все засеяны. И хочу заметить, что количество урожая вот этих трех полей соответствует количеству урожая вот с этих всех полей. Вы мне, конечно, можете сказать, почему у тебя простаивает техника, но в данной ситуации это уже не важно. Главное, чтобы не простаивал комбайн, чтобы всегда шла уборка. И, кстати, это к вопросу о том, что делая много маленьких полей, у тебя будет постоянно идти урожай. Да нифига подобного. Если количество техники соответствует количеству полей, у вас из больших полей будет постоянно идти урожай. Другое дело, что вам его будет не хватать. Вот если бы у меня сейчас стояло, допустим, две фабрики, то вот этих трех полей бы не хватало. Постоянно, непостоянно, просто не хватало бы. Точно так же, как, кстати, не хватало бы и вот этих полей. То есть надо, чтобы не только постоянно шел урожай, а чтобы его хватало. Итак, наша первая машинка пошла. Я боюсь, правда, что она сейчас разгрузится в обратную сторону, точнее загрузится. Нет, смотрите, не загрузилась, нормально. Но привезла она только 9,6 тонны. И после этого она пошла на базу вместе с комбайном. Видите, на этом мы тоже потратили сейчас топливо. К сожалению, мне не посмотреть, сколько мы тратим топлива. Просто по той простой причине, что я поставил сдуру неограниченно вот здесь. А сейчас переделывать всю эту карту я терраформировать здесь задолбался, чтобы впихнуть сюда столько полей. Вот, чтобы все было наглядно. Поэтому, извините, переделывать все с ограниченными ресурсами я не буду. И обратите внимание, трактор пошел обрабатывать вот это поле. Хотя у него еще не обработано здесь 3, как минимум. 3, да. И самое, что интересное, комбайн не будет успевать все это делать. То есть комбайн, по-моему, если не ошибаюсь, обработает полей 6 и пойдет опять на первое. То есть для того, чтобы вот это все работало, техники здесь должно быть раза в 3, наверное, больше. Ну, соответственно, у вас возрастут и расходы. Итак, на малых полях мы уже собираем второе поле. А большие еще не созрели, к сожалению. Скоро только созреют. Здесь у нас уже 0. А, ну правильно, все вот в этой машине. И еще один момент к вопросу о том, сколько техники нужно для малых полей. Обратите внимание, у нас уже куча полей в готовности 100%. А комбайн у нас всего один и ездит он медленно. То бишь, да, можно заставить всю эту систему работать намного быстрее. Но для этого надо больше техники. А больше техники это расходы на ее покупку и расходы на ее эксплуатацию, то бишь на топливо. И, кстати, у нас наконец-то дозрело наше большое поле. И сейчас комбайн пойдет на него. Причем, опять-таки, комбайну хватит на все целиком это поле одной заправки. А здесь комбайну надо собрать, соответственно, 10 полей. Даже 10 полей, кстати, не будет равно одному вот такому по количеству урожая. Там, по-моему, 12 надо собрать. Он за это время раза 3 или 4 заправится. Так что потери в топливе будут, ну, кардинально другими. Но главный-то вопрос все равно, где окажется больше зерна, когда мы соберем вот эту ферму. Потому что совершенно без разницы, сколько техники работает, где работает. Главное это, сколько за одно и то же время они смогут собрать ресурсов. Одно и то же количество техники, сколько сможет собрать ресурсов с больших полей и с малых полей. Главное, чтобы она сейчас нормально разгрузилась. Не нормально она разгрузилась, она разгрузила только 6 тонн. Да, вот такие вот бывают пирожки с гвоздиками неприятные. И, скорее всего, она дальше сейчас будет так же глючить. Из-за этого чистота эксперимента страдает. Ну, хотя топливо мы не учитываем, поэтому, в общем-то, пофигу. Поскольку она будет сейчас разгружаться. Но, в принципе, вот если учитывать топливо, то, конечно, чистота эксперимента страдает. Давайте попробуем, может быть, эту машину тогда пока отправить сюда. Разгрузиться, может, тогда это разгрузится по полной. Так, смотрим. 12 тонн. Надеюсь, что она все-таки раскидает все 12 тонн. Нет, все меньше, меньше и меньше. Не знаю, с чем это связано. Но, в общем, какая-то бага игры, о которой я Питеру, в принципе, отписал. Ну, я думаю, что на общее количество ресурсов на складах это не сильно повлияет. Вот. А, обратно загрузилось до 4 тонн. Да что ж такое-то? Иван Иванович, Семен Семенович. Итак, 18.96 и 38. Вот, оба грузовика у нас сейчас разгружаются. И давайте посмотрим, что у нас. Что у нас? Насколько Грини проигрывает? 44-46. 50-95. А теперь вспомните тот момент, насколько раньше вот эти поля начали собираться. Чем большое? И вот такие приколы здесь значительно чаще встречаются. Потому что, в принципе, так как емкость КАМАЗа больше, чем емкость вот этого поля, они вместе с этим комбайном выезжают с поля каждый раз. Блин, вот этот бы КАМАЗончик у нас хоть бы полностью бы, наконец, разгрузился. А то мы вот этот загрузить не можем. Ну, давайте глянем. 95 и 101, но это учитывая то, что вот этот КАМАЗ у нас не загружен. Точнее, он частично загружен. И вот этот у нас сейчас на 11 тонн загружен. Вот и посчитайте, прибавьте, пожалуйста. К вот этому прибавьте еще сколько получается. Почти 20 тонн. Давайте подождем. Будем надеяться, что этот сейчас разгрузится. Да, разгрузился. И остаток он сбросил в элеватор. Да, замечательно. Вот сейчас будет уже почестнее. Это поле у нас практически полностью переработано, поэтому можно посмотреть. 108, 101. И здесь еще пятерка. За одно и то же время. Причем, да, надо заметить, что это с учетом того, насколько раньше вот эти поля начали собирать. То есть дальнейший сбор у нас будет однозначно происходить еще быстрее. И отрыв будет увеличиваться. Ну хорошо. То есть мы поняли, что при таком количестве, при одинаковом количестве техники, при том, что вот на малых полях мы тратим намного больше на топливо, фиг с ним. Основное преимущество получают малые поля, когда у нас больше техники. Но давайте все равно оставим в равных условиях, потому что люди говорили про то, что не надо большего количества техники, чем на больших полях, для того, чтобы собирать больше на малых полях. Ну окейушки, давай попробуем, посмотрим, что будет, что у нас изменится. А, зря закрыл. Если мы докупим сюда еще техники, значит, давайте пятый колосок, еще один трактор и еще один камазон. Сюда то же самое. Пятый колосок, еще один трактор и камазон. Но могу сказать сразу, это не честно в сторону именно больших полей. То есть для такого состава, для двух комбайнов, двух тракторов и двух камазонов, должно быть четыре вот этих поля больших. И, соответственно, не тридцать, а сорок маленьких. Но сейчас посмотрим все равно, что будет происходить. Да, второй камазон что-то как-то не сильно собирается забирать отсюда ресурсы. Ну и что вы мне прикажете делать с этим балбесом, который не хочет работать? Поле это у нас в работе. Ну, ладно, давайте тогда быстренько сделаем следующим образом. Мы поставим сейчас здесь депо автомобильной техники, которое я до этого снес. Вот таким образом. И сейчас просто второй камазон мы отправим туда и потом вернем обратно. Блин, а этот поехал обратно на это поле, да? А на второй ты ехать отказываешься. Не хочет, вообще не хочет. Вот что ты с ним будешь делать? Не совсем честный расклад. Вы понимаете, что это глюк. Но при этом, при всем при этом, здесь уже 133 тонны. А здесь только 127. И это при том, что здесь у нас на полях по нулям собранного, а здесь у нас лежит еще 20 тонн. Но здесь, конечно же, не хватает четвертого поля, потому что технику нужно подбирать согласно тому количеству полей, которые у вас есть. И в отношении больших полей это четное соотношение. То есть одна единица техники на два поля. Просто если мы сейчас вот это все соберем, то потом у нас часть техники будет простаивать из-за того, что не будет хватать одного поля. То есть вот это поле у нас уже практически полностью засеяно. И примерно к тому моменту, как соберут вот это поле, оно уже будет готово. Но когда соберут вот это поле, готового поля не будет, к сожалению. Слушай, такое ощущение, что им нужен третий КАМАЗ. На три поля три КАМАЗа, что ли? Вот они демонстративно не хотят работать здесь. Да. Съездил заправился и уехал в гараж. Ну, хорошо. Давайте купим на оба поля еще по одному грузовику, чтобы все было по-честному. И на это поле тоже. Может быть, тогда у нас поедет второй грузовик вот на это поле и заберет наконец-таки урожай. Да, они меняются почему-то, но на это поле он ехать не хочет. В моем прохождении была точно такая же ситуация, но тогда все это как-то само решилось и техника начала вывозить со второго. Вот. Ну, наконец-то. Добыть этого не может. Едрить, мадрить через коромысло три раза. Тудыть, туда растудыть. Вот он пошел. Наконец-то вывозить все ресурсы отсюда. Правда, один фиг, один фиг. У нас часть ресурса 1,2 тонны в гараже теперь лежат. И опять уехал в гараж, да? Красавец просто. Одну ходку сделали и все. Ну и как у нас обстоят дела на наших складах? 171 тонна урожая на складе с большого поля и 152 тонны урожая на складе с малых полей при том, что в принципе здесь у нас практически по нулям. А здесь у нас еще 30 тонн, которые на данный момент не вывезены. Хорошо, вот там вот еще один грузовик приехал. Да, согласен, согласен. 165. 165 против 171 и еще 30 тонн. В общем, ребята, делайте выводы самостоятельно. Я никому ничего не навязываю. Можно играть с маленькими полями. Более того, имеют право на существование одновременно как большие, так и маленькие поля. И надо так делать. Хотя бы потому, что рельеф везде разный и троформирует все под большие поля. Это большая глупость. Можно использовать и большие, и средние, и малые поля. Не надо быть просто настолько как бы однозначными и все время говорить, что если ты делаешь не так, то ты дебил. Вот не надо. Если вы услышали у какого-то топа о чем-то, вы не ходите по другим каналам и не рассказывайте о том, что все кругом дебилы, кроме того чувака. Иначе есть вариант, что вы сами покажете себя не в очень хорошем свете. Это первый момент. Второй момент. Маленькие поля можно заставить работать более эффективно, чем большие. Но это будет стоить вам денег. Я не отрицаю того, что малые поля могут приносить значительно больше урожай, чем большие. Но при этом техники на них должно работать намного-намного больше. То есть если сейчас сюда купить еще там два, допустим, комбайна и два грузовика, то не вопрос, они будут побыстрее работать. Но вы будете терять на топливе плюс сами комбайны. И не забывайте такой момент, что здесь можно добавить полей. Если поставить, допустим, как я уже говорил, 10 больших полей, то при значительно меньших расходах вы будете получать значительно больше, чем, допустим, если вы поставите 100 полей маленьких. И как вы как видите, у нас есть постоянный приход. Вот самый главный момент, о чем говорили другие авторы и о чем мне постоянно говорят, мол, если ты построишь много маленьких полей, у тебя будет постоянный приход ресурсов. Ребят, у нас есть постоянный приход ресурсов. Если еще одно поле сейчас сюда добавить, то у нас будут ресурсы просто постоянно идти, не переставая. То есть одна машина пришла, загрузилась с одного поля, пошла, разгрузилась, все. У нас будет постоянно готовый урожай. И здесь все то же самое, только на самом деле значительно медленнее получается на этих полях, хотя бы потому, что одна ходка грузовика и комбайна это 9,8 тонны. То есть после того, как он собирает вот это поле 9,8 тонны, они оба уезжают отсюда. И на этом тратится время. То есть на самом деле мы вылезли здесь вперед только из-за того, что здесь между сбором полей, между каждым действием происходит какое-то ненужное действие в больших количествах. Только из-за этого. Так что в общем не будьте такими категоричными и выбирайте то, что вам нравится. А главное, если кто-то играет не так, как вы, не надо говорить, что он дурак, он просто играет в игру не так, как вы. И далеко не факт, что вы правы, а он не прав. Каждый получает фан свой и по-своему. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну а с вами был Гринни. Всего доброго, всем пока и отличного настроения. Пока-пока. Здесь у нас 197, здесь 203, а здесь у нас 50 тонн.